Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Хакасе. Сегодня я занесла мультифлору из летней кухни в теплицу. Здесь у меня не только мультифлора, но и хризантема корейская, разных расцветок, белой, вишневой и розовой. Стала пикировать по стаканчикам, по пол-литровым. Здесь у меня и обрезанные бутылки, и коробочки из-под молока. Тара всякая, которая пригодна для перевалки. Чтобы не потерять сорт мультифлоры, который мне очень нужен, я переваливаю в такие стаканы, именно свои, заметные, чтобы не продать. У меня часто так бывает. Продам какое-нибудь растение, а мне-то и ничего не остается, поэтому я вот так поступаю. Почему в срочном порядке я перенесла мультифлору в теплицу? Во-первых, ее надо уже переваливать, а во-вторых, она у меня там стоит далеко возле окна. Мне не дотянуться до нее. Поливаю просто куда попадет. И вот видите, потерянный тургор. В нее не попадало водички столько, сколько ей нужно, и она стала увидать. Решила, что срочно нужно ее переносить сюда, и переваливать, и следить за ней. А про вас совсем забыла, что вам тоже нужно показать. У меня даже есть еще и в 100-граммовом стаканчике написано желтая, ранний сорт от Нины. Чтобы не потерять, все подписываю. Она недавно укоренилась. Но корневая уже, посмотрите, какая хорошая. Я ее сразу перевалю в пол-литровый стакан. И причем стакана возьму свой. Вот так она теперь выглядит. Подписываю от Нины, потому что у меня тоже желтая есть и от Галика. И от Гали из курорта. И вот так мне нужно все подписывать. В прошлом сезоне у меня мультифлоры было мало. В общем, сортов мало. А так-то ее посажено было прилично. Но я не знала, как за ней ухаживать. Посадила ее в грунт. Там она была не полностью целый день на солнышке. И она не успела у меня зацвести. В основном белая мультифлора. В этом же сезоне буду сажать совсем по-другому. Буду сажать в ведра, ставить их на солнышко. Туда, куда мне не надо. И когда она зацветет, я ее буду выставлять поближе. И менять даже те цветы, которые уже отцвели, на мультифлору. Это мультифлора кремовая. Ее я хорошо знаю. Она у меня росла в прошлом году. У меня подружка, моя приятельница по интересам, привезла черенок. И сказала, что это евро-черенок. Он у меня вырос. Я сейчас ставлю вам фотографию. Как красиво цвела эта мультифлора. Этот черенок. Вообще не было видно даже листьев. И вот я его все-таки размножила, почеренковала. Вот здесь я уже прищипнула кустик. Но цветочки, бутончики появляются. Их тоже нужно обрывать. Не давать им расти. Пусть наращивает куст. Хотя она настолько ранняя была. Вы видите на фотографии. Она цвела, цвела и цвела все лето. Она начала, наверное, цвести с июля. И у меня еще была такая розовая мультифлора. Она у меня сейчас есть. Цветок у нее крупный. Цвела все лето. Ранее. Но, друзья, я ее не сфотографировала. Также и не сфотографировала. Умка была корейская. Еще вишневая. Потом розовая корейская. Не очень высокая. Такая средняя. Такие были красивые. У мультифлора рыженькая такая была. Не знаю название ее. Очень красивая. Но не сфотографировала, друзья. Вот это большой минус мне. Корневая у кремовой мультифлоры. Хорошая. Вот какая. Потому что я ее уже давненько черенковала. Сейчас я ей дам объем побольше. Вот такую баночку возьму из-под сока. И представляете, сколько ей еще там много места. Так что хватит. Где же мне набраться стаканов. Вот так будут они стоять в этом ящике. В идеале эту мультифлору нужно было бы переваливать в литровые стаканы. Но держать ее совершенно негде. Нет места. И если кто захочет купить у меня, ее уже можно покупать, приобретать. Вы видели у нее корневую. Она прекрасная. И вы вполне можете подержать маленечко в стаканах пол-литровых и перевалить в литровые. Мультифлора есть белая, кремовая, розовая, желтая. Также есть корейская хризантема. Это вишневая, белая и розовая. Цена этой мультифлоре будет 100 рублей. Чтоб вы знали и не спрашивали. А это бакопа из семян. Голубая и белая. Кто со мной на канале, тот видел. Как я ее сеяла, как распикировала. И она у меня вся пропала. И я потом вновь посеяла в 100-граммовые стаканчики. И теперь я ее уже разъединила по 200-граммовым стаканчиком. Плохо, что я вам не показала. Ну, простите, забыла. Я брала стаканчик 100-граммовый. Вытаскивала. Там была такая корневая шикарная. Я делила на 2-3 200-граммовых стаканчика. И так вот сажала. Можно сказать, не переваливала. Потому что я ее разъединяла и сажала. Что хочу сказать. Вот она уже простояла несколько дней. Выглядит хорошо. Да, она и должна выглядеть хорошо. Потому что корневая у нее мощная. Здоровая, большая. И она вот так вот выглядит. Друзья, если вы будете сеять когда-либо бакопу, сейте в 100-граммовые стаканчики, держите долго, пока она оплетет весь ком земляной. И тогда вы ее сможете поделить, размножить и преумножить. Вот такая прямо замечательная. Поближе покажу, как выглядит. Все с ней хорошо. Сейчас запнулась, завалилась вот в этот проход. И сломала вечно цветущую бегоню. Она цвела, была вот в литровом горшке. Она и сейчас не была, а есть. И вы представляете, мне пришлось ее все обломать. И буду черенковать. Не было бы счастья, как говорится, да несчастье помогло. Вот столько у меня материала. Я думаю, что она успеет вырасти. Друзья, сейчас ставлю фотографию. И вы увидите, как в прошлом году у меня в вазоне Цвела эта вечно цветущая бегония. К ней было подсажено такое растение, как вербенник манечетый. Смотрелось, конечно, чудненько. Вот эти бегонии, красавицы, стоят вместе. И вот эта черная была обсажена таким вербенником. Зеленого цвета. Сейчас ставлю фотографию. Друзья, может кто не знает, как черенковать. Я вам напомню. Берем 100-граммовые стаканчики. Готовим торф. У меня в данном случае торф агробалк синий. Я его помешала спирлитом. Увлажнила водичкой с фитоспорином. Вот так проделываю отверстие. Обмакиваю в корневин. И вставляю. Ничего сложного нет. Немножко прижимаю. И так дальше. Вот не хотела видит бог больше черенковать. Некуда мне и ставить. И не надо мне больше столько растений. Продать бы то, что у меня есть. Но вот пришлось. Но я думаю, эти вот растения, как бегония, вечно цветущая, махровая, розовая, я думаю, что, конечно, ее будут брать. Ее спрашивают у меня. Но у меня ее очень мало. Вот сейчас будет, друзья. Она очень красивая, пышная. Ну, вроде бы, понятно вам все. Осталось с грунтом у меня 9 стаканчиков. Я сейчас что-нибудь придумаю. У меня есть, кстати, колиусы. Сейчас я их укореню. К колиусы такие красавицы, яркие. И находятся они у меня в водичке, в маленькой бутылочке. Вот корешков еще не дали. Поэтому я их укореню без корешков. Точно так же беру... Ой, вот это вот бахтияр, по-моему, называется. Такой красивый колиус. Беру так же, обмакиваю в корневин и ставлю в стаканчик. Прижимаю. Здесь у меня тросточки очень маленькие. Они как раз подойдут в 100-граммовый стаканчик. Им больше места и не надо. Так. Следующий. Эти тоже красавицы. Да все красивые. Прижимаем там маленечко, обжимаем, чтобы они поплотнее стояли в стаканчиках. Они хорошо корни дают и в водичке. И так дают корни хорошо. Так что... А вот эти колиусы. Это... Не знаю, как называются, но знаю точно, что они ампельные. Красивые. Очень хорошо смотрятся. В кашпо. Можно делать из них миксы. Так вот. Ну и что же мне здесь выбрать? Я выберу морепозу. Она так долго растет. Создам ей все условия, и она пусть приживется. У меня всего одно растение в морепозе этой. Так. Вот тоже остались два очень красивые. Опять помещу их в водичку. Все, друзья. Закрыла ящичек крышечкой и поставлю сейчас на полочку. Если будет прохладно, здесь у меня коврики теплые. Могу включить. Пока они отключены. В тазике грунт. Напоминаю, какой влажности он должен быть. Берем в кулак, сжимаем. При нажатии пальцем он должен распадаться. Вот такой влажности должен быть грунт. Все свои растения, я не знаю, наверное, с неделю назад, а может дней 10, не помню, я пролила с октарой. И также обработала по листу. Не знаю, может теперь летает намного меньше. Не то, что намного меньше, а совсем одиночные. В общем, борюсь как могу. Ступили клейкую ленту и наклеили прямо на потолок стеллажа возле подсветки. Но пока я не вижу ни одной мухи сюда не садиться. Хотя я говорю, что одиночные летают. Наклеили на каждой полочке. А вот там и там, наверху и на той полочке. И в общем, нигде пока не садятся. Вот такие букеты колиусов у меня стоят на подоконнике. В этой кружке уже 9 колиусов с корнями. А здесь без корней. Ну, такие красавицы. В теплицу пока вынесла только один ящик колиусов. До свидания, друзья. С вами была Наталья Гелюзудинова и мой канал Делимся опытом взаимно. Оставайтесь со мной на канале. Кто не подписался, подписываемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok